привет в общем приехал на бараковочку я решил погулять немного посмотреть что здесь продают думаю как сделать короче поскольку мы изучаем рынок я буду находить интересный товар который я уверен что я его найду на аукционе посмотрю сниму узнаю цену зафиксирую потом на аукционе надо этот товар и сравним цены нужно было ли его покупать или не нужно все интересно присоединяйтесь и погнали шахматы 600 гривен вот на аукционе проход от 1 гривны 19 ставок конечно это шахматы не такие как и я снял но я не нашел похожих именно я не нашел именно таких точно я нашел просто похожие я понял что если шахматы пластмассовые то они намного дешевле деревянные дороже стоят ну это не все надо тоже разбираться чем мы с вами будем заниматься в дальнейшем какие шахматы дорогие какие дешевые данном случае эти шахматы покупать не стоит потому что цена на них завышена и я их потом не продам на аукционе часы белросси 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 5000 гривен вот такие часы белросси короче я не знаю я на аукционе их не нашел но я нашел на их на этом на амазоне на амазоне не стоят 49 тысяч долларов точнее 49 995 ну короче 50 тысяч долларов стоят они на амазоне эти часы 50 тысяч долларов а на каком-то магазине ну тоже просто в интернете создать забить эти часы то они будут то их там продают за 105 тысяч долларов ну не знаю ребята как как это вообще смотрю как это вообще такое может быть стоит ли не этих денег это такое знаете замешательство что вы думаете по этому поводу пишите в комментах 800 гривен такая статуэтка статуэтка плясунья городница на аукционе проход 300 гривен почему он ее продает за 800 неизвестно наверное скорее всего человек просто не ориентируется в ценах и цена конечно завышена от одной от одной гривны стартовая цена 24 ставки солдатики 25 гривен все да ну каждый каждый по 20 ну каждый по 21 ну я имею каждый по 21 а только там дружки какие то есть ага я пока просто хочу понять Солдатика лавианы 14 гривен, продали от 1 гривна стартовая цена 14 ставок, покупать по 25 гривен конечно же невыгодно. Год что-то не видно. Сахар советский. 40 гривен килограмм. Килограмм сахара Советского Союза. 40 гривен. Ради интереса попробовал поискать на аукционе, нашел арфинат советский. Цена 30 гривен. Тоже одна ставка, товар не сильно популярный, поэтому смысла нет. А далеко? 1100 гривен. Рог оленя, да? Нет, лось. А, лось. Рог сахатого лося. Рог сахатого лося. Вообще его продают как бы на вес, я много смотрел этих скринов, но примерно вот такой вот как я видел. Вот две ставки 510 гривен. Стартовая цена от 500 гривен. На барахолке 1100 хотят за него. Конечно же это не выгодно. 600 гривен стоит. Игрушка СССР. Пушка большая. Проход на аукционе 27 ставок от 1 гривны 651 гривна. Человек хотел за нее 600. Ну за 50 гривен заморачиваться как бы не особо хочется, да? 200 гривен победа. Часы победа хотят 200 гривен на ходу. А я не нашел точно таких же на аукционе, но нашел много подобных часов. Средняя их цена это около 100 гривен. Покупать на барахолке у него за 200 это дорого, конечно. Молния 600 гривен. На ходу. Вот эта молния, которая на скрине, она рабочая. На ходу тоже 250 гривен. Стартовая цена 250 и одна ставка ее купили. Конечно же 600 гривен это тоже дороговато. Вы не найдете. Да, сфоткай себе. Да, это будет. 250 гривен. А с какого металла вы не знаете, да? Я не знаю с какого металла. Ну тяжеленький. Да, это металлический. Может он серебряный? Может быть. Мишка металлический. Я вначале подумал, что он олимпийский. Но потом я обратил внимание на видео, что на нем нету этих олимпийских колец. Так что возможно он не олимпийский. Но я нашел вот похожего бронзового медведя. Он или из бронзы тут написано, или из латуни. Да, 152 гривны он был продан. 37 ставок. Ну, 250 гривен, наверное, цена завышена. В общем, вот купил такую вот машинку. На фонарь купил, честно говоря. Просто цена 15 гривен. Хотел 25. Ну, взял. Мне показалась она интересная. Вот, аэрофлот. И здесь написано на ней, вот, курьер. Курьер аэрофлот. Прикольно, думаю. Посмотрим. Поставлю на аукционе от 1 гривны. Интересно, за сколько уйдет. Машинка, которую я приобрел за 15 гривен. Вот я посмотрел ее проход. Одна ставка. Товар не сильно популярный. За 80 гривен она ушла. И на ней, смотрите, обратите внимание, есть покрышки. И задняя дверка там тоже. У меня на машинке она отломана, а на этой целая. То есть, ну, посмотрите. Поставлю от 1 гривны. Посмотрим, за сколько она уйдет. Что вас мусяет? Я смотрю на сколы, нет? А вот это что такое? Все, смотри. Ага. А для этого вы заросли тысяча гривен. Тысяча гривен. Че, че. Как папа жил. Дети кормят птиц. Статуэтка «Дети кормят голубей». Женщина хочет за нее тысяча гривен, но она этих денег, конечно же не стоит. Ее цена, вот смотрите, 27 ставок. Проход 270 гривен. А Волга почем? Что? Волга, вот этот значок. 100. 100 гривен. А, 100. Мне показалось, что видите, что. И оба, да? Оба по 100? 100 гривен. Да. Оба, да? Да. Эмблема Волга. 121 гривна. Мог приобрести за 100. Я думал, что если бы поторговался, можно было бы дешевле, но не хочется заморачиваться за 20 гривен или за 30. В общем, это такое. Вот видите, чтоб дом не упал. Его подперли такими деревяхами. Такое себе решение. Матросский нож. Ну, 100 гривен стоит, да? Эх. Эх. Класс. Эх. Эх. Нож. Мне продавец сказал, что он называется нож Матросский, но я его нашел под названием нож Ботсманский. Ну, это, наверное, одно и то же. Смотрите, вот проход его. 62 ставки, 500 гривен. Нужно было его мне покупать, конечно, за 100 гривен. Единственное, что я не посмотрел, есть ли там вот это клеймо на нем, как на этом. Если там есть это клеймо, то в следующий раз, если я буду в этом месте, я обязательно возьму этот нож. Попробую его перепродать. Бинокль. 1936 год. 300 гривен стоит. Бинокль театральный. 1936 год. В принципе, так он и стоит. Ну, одна ставка, конечно, это тоже не показатель. Ну, как продают, так он и стоит. Г-шок 300 гривен. По поводу часов G-шок. Вот хочу к вам обратиться. Может быть, кто-то шарит. Я такие, я такие не понимаю. Я у него спросил продавца. Типа, чем отличается G-шок Китай, подделка от, типа, настоящего. Он говорит, да, сейчас все китайские, типа. Что значит подделка, что значит настоящий. Типа, они все Китай делают. Короче, я знаю, что есть какие-то копии китайские, есть оригиналы. Вот как их отличать? Там как-то по болтам отличают. А если кто-то знает, пишите в комментах. Может, есть какая-то информация. А я пока что не изучал еще этот вопрос. Но я посмотрел на аукционе очень много всяких этих часов. В них вообще разобраться, на самом деле, очень сложно. Но мы будем разбираться. В принципе, я буду на этом уже заканчивать. Вы мне напишите, понравился ли вам такой формат видео или не понравился. Если понравился, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. А у меня на этом все. Пока. Подписывайтесь на мой канал.